Девушки отдыхают Это программа «Наши новости» в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте! Сегодня стартовал региональный этап конкурса «Учитель года». За звание лучшего поборются 24 школьных педагога. Учителя русского языка, начальных классов, истории, общества знаний, информатики, математики и других предметов презентуют свой опыт работы. Проведут открытые уроки на базе Барнаульской гимназии номер 42. Среди участников 16 человек из сел края, 8 из городов. Самому молодому конкурсанту 29 лет. Имя победителя назовут в ближайшую пятницу. Он получит 300 тысяч рублей, компьютер и путевку в санаторий. Также лучший учитель года по итогам регионального конкурса будет представлять наш край на подобном уже всероссийского уровня, который пройдет осень. А вот когда люди с лишним весом будут платить налоги за полноту, точно неизвестно. Но такую инициативу планируют рассмотреть в Госдуме. Уже озвучены допустимые нормы. Идеальный вес женщин не более 70 килограммов, мужчин 90. По мнению некоторых российских чиновников, полные люди плохо влияют на качество дорог. Они разрушают асфальтовое покрытие, как и многотонные большегрузы. Сообщают, что такую инициативу решили принять у развитой Японии, где налог за полноту уже введен. Правда, там подобным образом борются за здоровье населения. А что, думаю, это возможно в нововведении барнаульцы? Это несерьезно. Это человек больной. Полный человек – это уже больной человек. Как он дополнительный налог должен платить? Считается, что полные люди разрушают как раз асфальт на дорогах из-за их... Нет, извините. Разрушают асфальт на дорогах автомобили. Но это неправильно, конечно, потому что он не виноват, что он толстый. Считается, что полные люди как раз-таки и разрушают асфальт якобы у нас... Ну, это глупость. Это глупость, это полная дурь. Очередная, извиняюсь за урожение, обдеряловка народа. В Госдуме сами все полные, наверное, люди, с какой процентом полных людей, они не разрушают асфальт. С них надо налог брать. Потому что спят, сидят и полнеют. Кстати, один из российских экспертов по налогам прокомментировал данную инициативу. По его словам, налог на лишний вес России не только не приживется, но и не принесет результатов и ждать его не стоит. А вот жителей новых микрорайонов Барнаула ждать стоит, но не новых налогов, а сразу несколько новых поликлиник. Самой необычной из них станет медучреждение на Балтийской улице. По предварительному проекту в поликлинике будет семь этажей, асимметричные окна, пристройки и несколько входов. Возводить ее планирует один из крупных застройщиков Барнаула Андрей Комяков, который все это время занимался строительством жилых домов. Напомним, что рядом на пересечении улиц Лазурной и Северной Гласихинской проезд уже несколько лет планируют построить еще один филиал 14-й поликлиники. Сейчас она не справляется с тысячами жителей густонаселенного индустриального района. А неподалеку на улице Попова начинается строительство еще одной трехэтажной поликлиники. Все это случится в ближайшие пару лет, а битва под Павловском уже произошла. И это не историческая дата в календаре. В минувшие выходные силами мерились 60 автоэкипажей со всего края. Водители соревновались в мастерстве лавирования на полосе препятствий. К участию допускали машины самого разного класса, от легковых до специально подготовленных внедорожников. Конкурсанты преодолевали завалы из бревен, всевозможные трамплины за определенное время. Отдельная трасса, более простая, была предназначена для женщин-водителей. В итоге лучшими оказались участники из Барнаула. Мы продолжим выпуск. Очередное пополнение в зоопарке. В лесной сказке родились очаровательные козлята. Кстати, одними из первых малышей увидели участники проекта «Большая сцена». В зоопарке они побывали на экскурсии. Ее провел лично директор «Зверинца» Сергей Писарев. Менеджеры, юристы, бизнесмены, которые еще вчера репетировали пьесы и разучивали диалоги, прогулялись по Барнауцкому зоопарку и узнали много интересного о его обитателях. Цель этого мероприятия – сплотить коллектив новоявленных актеров и подарить им весеннее настроение. Тот проект, который затеяли, нас и так сблизил очень сильно. А все вот эти походы в зоопарк, и то, что сближают, они помогают увидеть наши характеры, помогают режиссеру в данном случае увидеть нас, может быть, с другой стороны, в более какой-то непринужденной обстановке. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – Банк Восточный. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеть оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. На большую территорию края вернулась зима. Практически везде минусовые температуры. До 4 морозы в Белокурихе и Олейске, до 5 в Рубцовске, минус 2 в Бийске, в Барнауле – Малооблачно и до минус 2. А я напоминаю, телефон нашей редакции – 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова